Я знаю, что ты снял новый клип, да еще и с моим любимым боксером Костей Дзю. Это так? Да, я... И почему Костя Дзю? Расскажи поподробнее. Я совсем недавно как раз боксировал с Костей. Слава богу, он никуда не попал мне. То есть попал ты ему? Да, он меня только немножко грушей толкнул там по сюжету. А-а. Но все равно было довольно больно. Любишь бокс? Нет, бокс я не люблю. Люблю боксеров, собак таких. Они мне напоминают о боксе. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, как ты вообще оцениваешь эту песню, на которую снято видео? Насколько она будет популярна? Ну, так как я оцениваю песни, мне песня нравится. Мне песня нравится, и поэтому мы решили снимать клип именно на эту песню. Но решат все зрители. Дим, я думаю, что нам, по крайней мере, мне и Вике было бы очень приятно, если бы ты сейчас спел хотя бы кусочек припев, может быть, из этой песни. Я спою куплет. Хорошо. Долгими ночами время кажется пустым, долгими ночами превращаю время в дым. Ты живешь мечтами, но печальны глаза. Я должен сделать шаг, мне ждать уже нельзя. Больше ждать уже нельзя. Браво. Браво, браво. Благописней. А сейчас мы посмотрим сюжет и, наконец-то, раскроем секрет тайной страсти Дмитрия Колдуна. Патрон, мушка и в яблочко. Это страсть, но не тайная. О ней знают все. Это простой способ сбросить напряжение. Попал все. Правда, одну ниже пояса, не по-мужски, но что делать? Нормально. На войне? Все. Я люблю стрелять. Когда я злой, я люблю идти в тир расстреливать всю свою злость. Потом выходишь уже вроде солнышком. Ты хороший, добрый. В патронах нет оружия тоже. Картина называется «Плохой продюсер» на последнем суде. Это с виду я тихий, спокойный. Вот не надо ко мне лезть вот с всякими вопросами, выглядывать там из-под маски. В масках не надо со мной. Хотя в шоу-бизнесе все в масках, так что надо быть всегда на чеку. Иначе перестрелят. Причем стрелять будут без предупреждения. Таков он, коварный шоу-бизнес. И спасение от него только в одном. Вкрывай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец-то. Привет. Привет. Как? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно чего у тебя не было? Ну вот, занят. А-а-а. Ну где там? Ну пойдем, пойдем, заразались уже, пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старая дружба не ржавеет, как не ржавеет старый автомобиль. Старая привязанность и тайная страсть Дмитрия Колдуна. Вот она, моя тайная страсть. Ретроавтомобили. Почему ретроавтомобили? Сегодня все машины штампованы. Много штампов и в творчестве, и в кино. А в этом есть своя душа. Это Камара 70-х годов. Полностью оригинальная снаружи. Но абсолютно новая внутри. Пойдемте посмотрим. В салон разрабатывали, рисовали сами с Димой, а потом заказывали в ателье. Все исполнено в черно-красном цвете, потому что я считаю, что под эту машину это оптимальный вариант. Такая дьявольская, колдовская атмосфера внутри царит. Но вот это моя любимая машина. В отличие от той, все оригинальное. Классика конца 60-х годов. Корветт. 8 литров. Полностью оригинальный салон, оригинальный руль. Все. Целиком коробка. Так бы и не выходил отсюда. Может покатаемся? Нет, Дим, давай. Знаешь, что я заводил вчера. Что-то показывает разрядку на аккумулятор. Мне кажется, ремень героя наслаб. Давай, заедем. Посмотрим. И заодно проверим ременьный генератор. И маслица проверим. Все-таки она уже стояла с летом, когда-то в последний раз на ней выезжал. Время прошло. Ну так вот всегда. На яму. Всегда так. Не, ну надо покататься, там что-то шуршит и деремонтирует. Ну что, поехали. Она для этого и нужна. Поехали. А потом полетели. Да не куда-нибудь, а в яму. В яму мужских страстей и перевязанностей. Здесь ненавистник тусовок Дима Колдун любит проводить свое нетусовочное время. Я не люблю какие-то тусовки. Мне как-то вот там настолько все это не нравится. Если какой-то друг мой приглашает, то я обязательно приду. А если там вот просто презентация, то я один раз попал на такое мероприятие и мне стало как-то не по себе. Потому что все ходят, все. А пожалуйста меня сфотографируйте. Нет, меня. То есть непонятно зачем тебя фотографируют. Но вот надо, чтобы тебя сфотографировали. Потом в журнале появляется фотография. Вот в рубрике были. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин